Арман Цуркян уверен в том, что он сможет нокаутировать Махачева. А также Арман рассказал, что он был очень рад поражению Бобби Грина. В свою же очередь, Стерлинг раскритиковал Армана в конфликте с Бобби Грином. Сам же Бобби Грин впервые высказался после своего поражения. Ну а Стивен Томпсон высказался о предстоящем поединке против Шавката Рахмонова. Обо всем этом сегодня в выпуске. Вы же поддержите нас лайками и комментариями, а мы начинаем. Ну а перед тем, как мы начнем, мы бы хотели попросить вас подписаться на наш канал в Телеграме. Все ссылки будут в комментариях, так что мы будем рады вашей подписке. Топовый полусредневес UFC Стивен Томпсон поделился своими ожиданиями. От предстоящего поединка против Шавката Рахмонова и он сказал следующее. Я не думаю, что Шавкат собирается драться со мной в стойке. Мне почему-то же кажется, что он будет пытаться переводить меня в партер. Но он все равно является тем парнем, который старается финишировать своего соперника. А я же всегда предпочитал покинуть эктагон на щите. Ежели чем проиграть противнику, который будет просто удерживать тебя. Для меня одно из худших ощущений, это когда ты идешь после боя, а у тебя даже и нет ни одной шишки. Не говоря даже уже о каких-то синяках, которые бы показывали то, что получилось в твоем бою. К примеру, у меня такое было с Бернсом и Мухаммадом. И для меня, конечно же, лучшее ощущение, это когда на следующий день ты едва можешь двигаться. Такие моменты люди просто смотрят на тебя и думают. Черт возьми, через что этому парню пришлось пройти прошлой ночью. И это же то чувство, когда ты только что прошел через битву и выжил. И, конечно же, это все именно то, что я жду в бою против Шавката Рахмонова, сказал Стивен Томпсон. Ну а противостояние Шавката и Стивена состоится уже 18 декабря. И наверняка это будет очень зрелищный поединок. Ибо оба этих парня любят показать себя в стойке. А как думаете вы, кто победит в этом бою? И смотрят ли нас фанаты Шавката Рахмонова? Дайте о себе знать в комментариях, а мы идем дальше. На нашумевший конфликт Армана Царукяна и Бобби Грина решил высказаться Алджимент Стерлинг. И он сказал следующее. Я, конечно же, посмотрел все эти видео. И Бобби буквально ничего не сделал Царукяну. Для меня это все выглядело очень странно. Как вообще можно считать неуважением то, что кто-то из твоей весовой категории считает тебя скучным? Тем более, если это все не так. Для меня это просто какая-то ерунда. И все, что сделал Арман Царукяна, это было все лишним, сказал Стерлинг. Ну а сам же Бобби впервые высказался после своего поражения, и он сказал следующее. Иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. В любом же случае, я отдаю должное Джалину. Он все же сделал свое дело. И если же честно, я очень рад за тебя, брат. Он принял этот поединок на коротком уведомлении и добился хорошего успеха. Так что я отдаю ему должное. Но всем моим людям я хочу сказать, это просто еще один шаг в моей карьере. Тут бывают взлеты, а бывают падения. Но я же продолжу драться и никуда не собираюсь уходить. Но в любом же случае, спасибо всем за поддержку. Я вас всех люблю, сказал Бобби Грин. В свою же очередь, Арман Царукян высказался на поражение Бобби Грина следующим образом. Я считаю, что рефери зря так рано вмешался. И мне понравилось, когда его голова билась о канва. Но было бы неплохо, если бы он решил подождать еще пять минут. И дал бы Джалину поработать. Бобби Грин проиграл свой бой. И он является мусорным бойцом. Я имею право так сказать, потому что это правда. Но на этом же я хочу поставить точку. Потому что я же хочу забыть Бобби и наш конфликт. Поскольку он не заслуживает того, чтобы о нем говорили, сказал Арман Царукян. А также Арман Царукян высказался на второй возможный бой с Махачевым. При этом он уверен в том, что ему удастся нокаутировать Махачева. Я правда надеюсь, что они организуют нам бой с Махачевым. И я всегда представляю в своих боях лучший сценарий. И сейчас я чувствую, что я могу нокаутировать Махачева в первом раунде, сказал Арман Царукян. А хотели бы вы посмотреть на реванш Махачева и Армана? И как вы думаете, смог бы Царукян нокаутировать Махачева? Будем ждать вас в комментариях.